Тайная доктрина Тем не менее, есть немало аллегорических текстов, в которых отражено его основное положение. Тайная доктрина, предполагаясь, что человеческая эволюция проходит через семь принципиально значимых этапов. То есть развитие человека происходит в последовательном формировании семи коренных рас. Мы, в частности, находимся на пятом этапе, который начался с цивилизации в Персии, Египте и на Востоке. Согласно доктрине, первая раса существовала на духовном уровне, вторая начала принимать формы, третья состояла из гигантов, населявших континент Лемурия, четвертая жила в Атлантиде, а пятая раса после потопа, отсылка к библейской аллегории Ноевого Ковчега, нашла свое пристанище в Европе и Азии. В своем развитии пятая раса пришла к современному материалистическому миру, после которого человечество вернется к единству духа, пройдя через шестой и седьмой этапы эволюции. Сторонники тайной доктрины утверждают, что континент Лемурия находился в южной части Тихого океана, и в качестве подтверждения существования расы гигантов, приводят в пример огромные статуи на острове Пасхи, высота которых варьируется от 5 до 11 метров. Нет никаких свидетельств того, что при возведении этих статуй использовались строительные леса. Все подводят к тому, что их сделали существа, чей рост соответствовал высоте этих статуй. В Библии сказано, в то время были на Земле исполины. Ибо следователи тайной доктрины говорят, что гигантские существа населяли континент Лемурия, который ушел под воду вследствие великого сдвига пластов, в результате чего Земля поменяла свои полюса. И тогда на поверхности планеты остался только остров Пасхи и вулканический архипелаг, распростиршийся от Маркизских островов до Новой Зеландии. Такие приверженцы тайной доктрины утверждают, что местом развития четвертой расы стала Атлантида. По их теории, этот континент был в Атлантическом океане, простираясь на несколько тысяч километров от самой восточной его части, где теперь находятся Азорские острова, к западу. Люди, населявшие этот континент, имели рост около пяти метров. Их цивилизация превосходила нашу в разы. Они сделали все известные на сегодня научные открытия, а уровень развития их культуры был гораздо выше, чем сегодня. Согласно тайной доктрине, Атлантида прекратила свое существование, когда Земля снова поменяла свои полюса. Вода сильно поднялась, поглотила Атлантиду, а выжившие, в Библии это Ной, его жена и спасенные животные, нашли пристанище в восточной части Средиземноморья. Тайная доктрина не дает ответа на принципиальный вопрос, почему происходит периодическое обновление человеческой расы. Свидетельства существования этих рас также весьма расплывчаты, если не сказать, что их практически нет. И в конечном итоге остается непонятным, кто автор плана, по которому, согласно этой теории, развивается человечество. Но вот в чем сторонники доктрины придерживаются довольно твердой позиции, высший разум, а не приложенный закон – это единственная реальность. Человек стремится к единству Духа и потенциально способен достичь вселенского сознания и получить контроль над всем. Принять концепцию прошлого и будущего, которую излагает тайная доктрина, довольно сложно. Однако мы не будем заниматься опровержением или защитой этой теории. Фактически на данный момент мы обладаем не столь уж обширными историческими данными. То, что нам известно, лишь слегка приоткрывается весу тайны. И даже если идеи этой доктрины искажают историю, в аллегорическом плане они могут быть не так далеки от правды. Вполне возможно, что Дух Человеческий на каком-то самом начальном этапе своего развития существовал в совершенно иных формах, которые сегодня нам неизвестны. И можно допустить, что Земля периодически переворачивается, ведь каждому астроному знакомо явление прецессии, то есть изменение направления земной оси, из-за чего смещаются точки осеннего и весеннего равнодействия. Наша Земля вращается, как волчок, но при этом она еще периодически покачивается, смещаясь на оси. А любой из нас видел, как может повести себя волчок, когда во вращении он начинает верять. Тайная доктрина также предполагает наличие во Вселенной высших существ, наблюдающих за человечеством и помогающих ему. Утверждается, что эти существа периодически посылают на Землю так называемых адептов, чтобы принести нам новые знания. Они появляются в нашем мире как учителя или посланники, которые порционно выдают нам бесконечную истину. Согласно доктрине, ими были Иисус Христос, Сиддхартха Гаутама или Будда, Платон. Неизвестно, в какой части Вселенной обитают эти великодушные существа, что посылают своих адептов на Землю, но, по всей видимости, на какой-то планете Солнечной системы. Субтитры создавал DimaTorzok